Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт» и программу «Влияние». Мы благодарим, что вы с нами, а мы с вами. Я не один, я рад предоставить известного на «Импакте» Александра Блинова, моего друга. Алекс, приветствую. Приветствую вас. Welcome back. Спасибо. Снова ты с нами, снова. Мы в эфире, и я искренне рад, что мы будем в течение этого ближайшего часа, мы будем с тобой благословением для многих зрителей. Да, слава Богу, дай Бог. Я размышлял этот период американской действительности, и каждые четыре года Америка проходит очень интересный, определенный этап в своем развитии или в своем движении, наверное, как более точно. И этот этап как раз предвыборная гонка. Для того, чтобы заполучить заветное место в Белом доме, для того, чтобы сесть на престоле в Белом доме, идет сильнейшая борьба. Но победитель должен быть один. Побеждает только один. И за год до этой заветной даты 8 ноября, за целый год, выдвигаются целый ряд кандидатов. Целый ряд. Может быть, 15-20. Уходящие эти выборы, они показали, что было не менее 20 кандидатов на одно место, на один престол. Это в этом году? В этом году, да. Так вот, но побеждающий наследует все. А наследует все это заветное место в овальном кабинете, называется. Для того, чтобы 4 года или 8 лет всего, 4, посидеть в этом кресле, к сожалению, не брезгуются никакими методами. И вот как раз Америка проходит период такого противостояния кандидатов. Но все получает только один. Ради того, чтобы заполучить это теплое место, тратятся огромные миллионы, сотни миллионов долларов. Бессонные ночи. Масса компроматов друг на друга. Так вот, мы с тобой вчера вечером беседовали, что всякая истина параллельна. И вот Писание говорит о том, что есть победа более возвышенная, более далеко идущая, чем только 4 года. И эта победа заполучить, побеждающий написано, наследует все. Побеждающему, да, сесть со мной на престоле. Это не где-то, апостол Павел говорит, бьюсь так, чтобы неверная. То есть это, ну, в каком-то смысле неверная. Чтобы 4 года посидеть, оно, это кресло, через 100 или 200 лет его меняют там в овальном кабинете, потому что оно ветшает. Но Господь говорит, побеждающему даст сесть со мной на престоле. Даже судить 12 колен Израиля. Побеждающий поистине наследует все. Так вот, духовно, насколько мы, как христиане, настолько мы более, познавши истину, намного больше получаем, чем на 4 года, мы получаем победу на всю вечность. И вот, Алекс, мы будем с тобой говорить, наверное, сегодня относительно победы. Чем Господь славен в той победе, которую Он дает вот лично в твоей жизни? Мы сразу к практическим моментам. Я перешел из мира материального в мир духовный, но тем не менее он очень практичный. Очень практичный, да. И ты знаешь, я вот помогу тебе и себе, мы будем беседовать, размышлять с тобой, о том, что вот в нашей жизни, получив победу в какой-то сфере, в какой-то области, что бы это ни было, настолько это удовлетворяет, настолько это дает какое-то такое душевное удовлетворение, радость дает, торжество дает, вот поистине, что ты вот и победил, вот что Господь прославлен был через тебя, через это имя Господа прославлен. Не человеку фанфары поют, что вот он победил и прочее, прочее, он своих собирает, соперников он устраняет. В нашей же христианской жизни это работает совершенно по-другому. Здесь срабатывают другие принципы, когда Господь на твоей стороне, когда Бог в тебе, когда Бог поборает за тебя, когда Бог является твоим победителем, когда в Его победе твоя победа, в Его силе твоя сила, в Его могуществе, твое могущество, вот это все в Нем, все в Его имени, в Его, в Его, в Его. Мы побеждаем по большому счету в Нем и через Него, только таким образом. Я как-то заметку такую встретил, прочитал годы назад, что силен тот, кто знает истину, силен тот, кто знает истину. Как-то еще заглянул в слово победа, посмотрел, ну, кто как определяет. Я был удивлен тем, что я встретил, ну, множество высказываний разных людей, таких, как там, начиная от мудрецов древних и кончая, ну, современными людьми, которые жили на протяжении последних ста лет. И у каждого было свое определение этого слова победа. Победа. Кто, ну, кто как это определял для себя. Ну, что для меня победа является, это познание Божьей истины. Это то, когда она не просто, ну, открывается в мою жизнь, а то, когда я ее принимаю в свою жизнь. И она приносит мне свободу от того, в чем я был, ну, в рабстве, в подчинении, когда-то в прошлом. Потому что не зря Христос подметил уверовавшим иудеям, сказав, если пребудете в слове моем, то вы познаете истину. И то вы истинно мои ученики, и вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. А они ему говорили ответ, мы, слушай, мы не были никогда никому рабами. Мы всегда были, мы дети Авраама, и мы свободны. Ну, а он им опять ударение делает. Всякие делающие грехи есть рабы греха. То получается, именно познание Божьей истины, оно приносит победу и свободу в жизнь человека. То, что поднимает человека выше, выше вот этого рабского, что может держать человека. Но ты обрати внимание, что истина сама по себе не освобождает. Я такую тебе брошу в прямом эфире, я брошу такую кость. Истина не освобождает. Что вы имеете в виду? А вот то, что я имею в виду, я и говорю. Познание истины освобождает. Истины вокруг нас очень-очень-очень много. Познание истины. И истина, она везде. Истина, она все покрывает. И мимо нее проходят миллионы и миллиарды людей. Постоянно, мимо истины. Истина. Но до тех пор, до каких ты не делаешь шагов к познанию, познаете истину, и истина сделает вас свободны. Сама истина, как теория, она ничего не дает. Но только когда мы начинаем познавать, углубляться, интересоваться, вот что освобождает. Ты согласен с вами? Согласен. Познание присуще ищущим людям. Несомненно. Ищущим людям, желающим. Желающим знать, что есть белое, что есть черное. И как-то меня задело в Слове Божьем в книге Царства и в книге Первой Царства и в книге Судей. Есть такая, не знаю, как сказать, ну не мысль, а Божье Слово так говорит, что тот, кто написал книгу Судей, он подметил дважды, что в то время не было царя у Израиля, и каждый делал, что казалось ему справедливо в его очах или глазах, ну типа такого. В книге Судей там оказался Израиль в развилке, там где они пришли к Самуилу и сказали, твои сыновья, ну не годятся, поставь нам царя, ну чтобы он был как и у прочих народов, чтобы он выводил, вводил и все остальное делал. А Самуил сказал, говорит, зачем вам царь, когда у вас есть царь, Бог есть царь. И они говорят, нет, нам надо царя. Я так размышлял над этим местом писаниям и думал, не разу думался, думаю, Господи, как оно все-таки интересно. Один человек в общей сложности или в общем против всего Израиля, и у одного, один понимал, что есть царь, а весь остальной Израиль ему рассказывал, что нету царя. Один человек знал эту истину, и фактически эта истина, ну, она на самом деле так и была. Бог даже ему сказал, они не тебя отвергли, они меня отвергли, чтобы я над ними не царствовал. Ну и, ну, как я вижу, плачевная была ситуация в жизни Израиля в тот момент. Они, получается, ну, сделали шаг еще к отступлению от Бога. К чему я все это веду? Познание истины. Вы об этом заговорили, да? Что есть это в моей, ну, как это на практике в моей жизни? Мы, ну, я о себе скажу, хотя я думаю, я не один же такой на всей этой земле. Когда мы приходим к Богу, или когда Господь нас приводит к себе, мы, я верю, что мы все приходим со своим каким-то багажом в жизни, со своими понятиями сложенными, или в нашей жизни мы сложили как-то, или кто-то нам помог их сформировать, или в обществе, в котором мы воспитывались, они сформировались. Это естественно. Это естественно, да, это ничего такого военного нету. Но когда мы, когда Господь нас приводит к себе, и Его Слово начинает с нами говорить, я замечал не один раз, что вдруг, ну, когда какая-то вот истина открывается, ну, ты даже от нее как бы вау, но оно не так, как я привык это понимать, не так, как я привык это понимать. И даже однажды меня поддевала такая вот истина. Вы спросили о практике, о практичных моментах, да? Я поддевал такая истина в меру сложных обстоятельств, которые были как-то годы назад. Я хотел выхода из них, конечно, и по-человечески, человеческими рычагами искал его. Но Слово Божье открывая, оно мне говорило, 6 главе Матфея, говорит, что никто из вас не может прибавить себе росту, хотя бы на один локоть. Если вы малейшего всего не можете сделать, то чего вы заботитесь обо всем остальном? И дальше пропускаю несколько стихов, там говорится, Иисус говорит такую фразу, «Прежде не будьте как люди мира всего, которые ищут, что им есть, что им пить, и во что одеться. Но прежде всего ищите Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Ищите прежде всего правды Его, Царство Его и правды Его. То есть у Божьего Царства есть Его собственная правда. У нас у каждого человека есть своя собственная правда. Или там чаток правды, которую мы у кого-то скопировали, думаем, что это правда. Но у Бога есть своя правда, которая говорит, что весь земля и небо придут, но слова мои не придут, они непоколебимы. То есть Божья правда, она стоит вечно непоколебима. И всякий человек, который в нее и ищет эту Божью правду, в нее входит. Он будет стоять непоколебимо. Но что подевало меня? Тогда, когда я в своей жизни не знал, в принципе, в каком мне направлении двигаться, что делать, там вот это вот слово. Никто из вас не может прибавить себе росту хотя бы на один локоть, если вы малейшего сего не можете сделать. Я сидел перед Божьим присутствием, перед Иисусом, да. И я буквально, в буквальном смысле слова, ну, как бы даже спорил с ним, говорил ему Иисус, ты вообще, ну, понимаешь, о чем ты говорил? Ну, говоришь человечеству, мне или другим людям, ведь я не один это местописание читаю, а оно меня просто, ну, поддевает, оно вызов кидает, и ты это чувствуешь. Кто из людей на земле может себе прибавить росту хотя бы на один локоть? Кто? Я такого человека, в принципе, по сей день не знаю. Даже, мне думается, со всеми медицинскими операциями, ну, невозможно человеку на вот это вот расстояние прибавить росту. Ну, я не слышал своими ушами такого. Может, кто-то слышал, но я не слышал такого. И он говорит, если вы малейшего сего не можете сделать, если вы малейшего не можете сделать, прибавить себе росту хотя бы на один локоть. И Господь называет это малейшим? Он называет это малейшим. То, что меня следующее поддевало, горил Божий. В моих глазах вот эта вот проблема, вот эта проблема, вот эта проблема. И это, мне кажется, что можно с этого какой-то выход найти, если бы у меня были для этого рычаги. Но ты кидаешь вызов, говоришь, вот оно малейшее, справься с вот этим малейшим. Если ты этого не можешь сделать, то зачем ты вообще обо всем остальном думаешь? И альтернатива всему этому, он дает такую истину. Ищи прежде моего царства и моей правды, которая в моем царстве обитает. А я обо всем остальном позабочусь. И вот, когда меня эта истина озарила, она до меня дошла в один момент, что если Бог настолько всемогущ, что Он вот это малейшее может сделать, а все остальное, что у меня, то есть по шкале есть нулевая, ноль, точка опоры, и один, два, три, четыре, а есть минус один, минус два, минус три, четыре. Ноль — это малейшее, что может сделать Бог. Все остальное — это то, что вообще для меня, ну как, фантазии мои не крутятся. А все мои остальные проблемы, которые мне надо решить, они все находятся вниз, идут, да. И Бог кидает вызов, говорит, вот она малейшая, вот, справься с этим. И я с этим реально не могу справиться. То я понял, что мне стоит просто свое вот это все, что меньше, это по шкале идет туда вниз, просто отдать это Богу, и доверяясь Ему, начать искать Его правды. И просто перестать с вот этим сражаться, а перестать искать, двигаться в другом направлении, искать Божий правды. Как это будет стечь? Да просто все. Я иногда думаю, что в христианстве просто все очень просто. Почему мы усугубили, усложнили так? Видишь, мы усложнили правило на правило, закон на закон. Я даже не говорю относительно догматики или теологии. Я говорю о практической жизни. Мы настолько усложнили, вот если мы о чем-то просим, мы вместо того, чтобы идти из пункта А в пункт Б прямо, если мы просим у Господа, чтобы получить, чтобы достичь, чтобы быть более практичным, для того, чтобы перейти из пункта А в пункт Б, мы ищем пункт промежуточный. Почему мы не идем по вертикали сразу, а мы ищем вот каких-то, мы ищем мнение людей, что тот сказал, мы ищем мнение соседа, мы ищем мнение одного, другого, третьего. Вместо того, чтобы по вертикали сразу искать Господа, как достичь то, чтобы ухватиться и действительно вот знать его, получить от него, общаться с ним, избегая вот этих промежутков, вот этих остановок, промежуточных остановок, когда ты можешь безоговорочно, безостановочно приходить к престолу благодати во время нужды. То есть у нас есть прямой путь получить во время нужды престолу благодати, прямо приступать к престолу благодати. Вне промежутков нам более, по-человечески, мы более склонны искать кого-то, искать посредников, искать ходатов, искать заступников. Это промежуточный фактор я называю. А вот как знать его лично, говорить с ним на «ты», как со своим отцом, как со своим близким, как со своим самым родным, который знает твои переживания, знает твои слезы, знает твои проблемы. Он больше знает, что завтра у тебя или послезавтра и через сто лет будет, чем то, что мы знаем, что мы на брекфаст с тобой имели в Старбаксе сегодня. Нам, наверное, это мои размышления. Мне кажется, что нам легче, людям, легче следовать каким-то формулам и законам, чем просто иметь отношения. Потому что, не знаю, мне кажется, так устроены, хотя, ну, не то, что так устроены. Я не знаю. Но думаю, что отношения фактически, они проще. Отношения проще, но они... Но традиции важны, кроме отношений? Традиции. Где имеют место традиции? Вот в этой, как мы говорим, в этом перечне и в этом пестром конгломерате и ассортименте того, что приближает человека к Богу. Одно, второе, третье. На своем месте Писание, на своем месте общение, на своем месте Церковь, на своем месте все, что связано с нашей церковной жизнью. То есть это ассортимент. Ассортимент, это необходимый ассортимент, необходимые рычаги, если хотите. Но все-таки отношения, это то, что должно все-таки изобиловать. В отношениях есть вера. И вера, она строится на отношениях. А традиции, я думаю, это неплохо, в принципе, иметь какие-то традиционные, ну, традицию какую-то иметь. Это неплохо. Но если нет веры, то это, ну, оно никакой пользы не прийдет. Как ты ее получаешь? Веру? Вера в общении с Богом. В искренности перед Ним. Вера, когда ты просто Его ждешь, Его ищешь, ты просто к Нему прибегаешь, ты просто перед Ним максимально открытый. Ты, когда ты от Него ничего не скрываешь. Да. Когда, ну... Хорошо, вот ты говоришь, не скрываешь. Вот в твоих общениях с Богом, да? Когда ты общаешься с Богом, беседуешь в молитве или просто в общении. Бывает даже не в молитве, просто в беседе с Ним. Как ты можешь от Него чего-то скрыть, чего-то недоговорить? То есть есть такие моменты, что где-то в подсознании ты думаешь, Господи, я тебе вот это открою, вот это открою, этим поделюсь, приоткрою завесу насчет вот этого. А туда не лезь, Господи. Это сокровенно. Бывало такое, бывало. Да, ну, Слово Божье мне показывало следующее, что от Него... Он даже знает движение моих мыслей. Даже движение. Он знает даже... То есть если мне кто-то задаст вопрос, например, например, вы скажете, куда поедем после этого эфира, да? Мне надо какое-то мгновение подумать, подумать, как ответить на этот вопрос. А Бог даже знает, получается, движение моих мыслей. То есть каким образом я начну думать, чтобы ответить вам на этот вопрос? Каким им... Ну, не знаю. Но знаю, что Он точно знает движение моих мыслей. И я, когда вдруг это заметил в Слове Божьем, да, подумал, какой смысл мне что-либо от Него скрывать? Какой смысл? Хотя для меня это было самого как-то шокирующее и непонятно, как это сложно перед Ним признаться во всем. Ну, встать и один на один просто раз... Ну, как, выложиться наизнанку. Но когда это делаешь, это настолько сильно легко, и, с другой стороны, с одной стороны, это было сложно, с другой стороны, когда просто перед Ним открываешься, идёшь к искренности и к честности перед Ним, оно мне помогает, оно меня освобождает. То есть его это не удивляет, потому что он обо всём этом знал, и знал ещё давным-давно, и знал ещё... Наверное, ещё знал до того, когда... Ненаверное, а знал до того, как я это ещё думал сделать, или шёл к этому, чтобы сделать, там, например, 5-10 лет назад. Он увидел мою дорогу, что оно ведёт к этому. От него это не было всё это сокрыто. То есть для него это не было сюрпризом. И если бы он хотел бы меня уничтожить за то, что я сделал бы, он бы уничтожил бы ещё тогда бы, 10-5 лет, 12 лет, например, да? Но он не уничтожил по своей милости. И если я по сей день живу, это не говорит о том, что... Вернее, это говорит о том, что он милосердный. Что он милосердный и долготерпеливый ко мне. Что он ждёт, что я пришёл, пришёл бы к нему и просто раскрылся. Просто отдал ему то, что меня оттяготит, то, что я пытаюсь от него скрыть. Хотя от него ничего нереально скрыть. То есть ты хочешь сказать, что Бог ничего так не ценит в человеке? Как самого человека. Ничего Бог не ценит в человеке так, как он ценит и оценивает искренность человека. Да. Я так и верю, да, что с искренним Бог всегда поступает искренне. Помните, Давид, эту истину? Если я не ошибаюсь, да, дважды... Ты не ошибаешься, нет. По-моему, дважды он её упоминал, что с мужем честным ты поступаешь честно, с чистым чисто, с мужем искренним искренне, а с лукавым по лукавству. Нет смысла перед Богом лукавить, нет смысла перед Богом говорить одно, а в сердце что-то скрывать другое. Есть смысл перед Богом просто назвать вещи своими именами, раскрыться перед Ним, начать строить отношения. Как заполучить эту истину? Как понять, вернее, потому что она существует, как понять и восхитить истину о том, что по большому счёту ты ничего не сможешь скрыть от Бога? Даже если бы и хотел. Вот как вложить это в наше мышление? Вот ты ничего, ни мысли свои не скроешь, тем более ни слова, тем более ни мотивы ты не скроешь. Вот как, если бы человек познал вот эту истину, что Бог вездесущий, все знающий. И нету никого сокровенного от него? Ничего. Я думаю, что это самое счастливое состояние человека, это уже праведность называется, наверное, Бог таких людей называет праведниками, которые познали это, и ни влево, ни вправо. Вот лицо как кремень, он держит во всех проявлениях, во всех сферах жизни, и в материальной, и в социальной, и в гражданской, и в церковной, и в духовной, и в семейной, и в личной. Всем перечислил. Совершенство, да, нашего бытия. Во всех сферах мы знаем, а-а-а-а-а. Слушай, может там, может, а может чуть-чуть так, а может это, а может в бизнес-сделке так. А-а-а-а, Господь знает. С чисто-чисто. Господь видит. Слушай, да ты приземлись. Ну ты чуть-чуть приземлись. Да мы же на земле живем, Господь-то в небе. А-а-а-а, Господь все равно знает. Вот это состояние, мне кажется, ты знаешь, я с тобой вчера беседовал вечером, что я делился тем, что, глядя на жизнь старшего поколения, а у нас с тобой есть, кого брать пример, как мы их называем, такие добрые подражатели, добрые, на которых можно равняться. И когда такое поколение, когда мы лишаемся такого поколения, лишаемся, по причине того, что они уходят к Господу, а они утверждены в этой истине, в тяжелые времена утверждение было, в тюрьмах, в ссылках, в лагерях, в гонениях, в притеснениях, во вражде, в войне против христианства. Вот в чем закалялась сталь. Их сталь закалялась. Это не по-островскому, а вот это чисто жизненно. Их сталь закалялась в тех условиях. Нам же, нам же здесь, как мы говорим, в свободном западе, нам более сложно. Нам более сложно. Потому что давление окружающей среды, оно не в лучшую сторону работает. Все на сегодняшний момент работает. Дьявол, он работает конкретно против человека. Настолько арсенал его изощренного оружия постоянно усовершенствуется, постоянно, постоянно, что он работает против человека, он работает против церкви, он работает против семьи, он работает против личности, он работает против всего. Поэтому нам в этих отношениях все-таки иметь этот непоколебимый дух, как ты говоришь, непоколебуемую веру, что все-таки, а-а-а-а, ты меня этим не возьмешь, ты меня этим не возьмешь, ты меня этим не возьмешь, ты тем-тем-тем держишь лицо, как кремль, и в стыде не остаешься. А о дьяволе написано, что он человек-убийца, да? А о Боге написано, что он человеколюбивый. Человеколюбивый. Да. То, возвращаясь к тому старому вопросу, вы задали вопрос об истине, да, об отношениях, то для меня, во-первых, победа, победа, что является победой для меня, это принять, не просто познать, не просто увидеть Божью истину, а принять ее в свою жизнь, принять, согласиться с ней, что это есть истина, и свою жизнь подчинить этой истине. И это огромная победа? Я считаю, что это огромная победа, да. Продолжай. Потому что это то, что дает двигаться не мерками этого мира, а двигаться Божьими определениями, которые будут, которые стоят вечно, которые стоят вечно. И я прочту. Пожалуйста. Это что мы читаем? Да, 10 глава к Евреям. 32 стих по 34. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». То есть этот автор, это слово Божье говорит, призывает, вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали. То есть, опять же, когда вдруг в один момент, я чуть-чуть отвлекусь тут в сторону, да, но не в сторону, волос со всем этим, как-то мне, ну, было такое желание в жизни, вот знаете, вот взглянуть на эту жизнь с позиции вечности, взглянуть на эту земную жизнь снизу, то есть сверху, сверху, сверху взглянуть на эту жизнь земную, чтобы… На мою жизнь или в целом? На мою, ведь я же тоже хожу ногами по этой земле, да, чтобы оценить ее, чтобы… И что ты увидел? В принципе, оно, как, я, ну, чтобы увидеть эту жизнь, ну, чтобы получить откровение с позиции вечности об этой земной жизни, чтобы не быть зависимым от материальных вещей. И что я увидел, что одно из откровений, ну, одно из таких интересных, ну, сильных слов в Божьем слове меня трогало, ну, конкретно касалось, а это когда Иисус говорил «берегитесь любостержения», потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имущества. Я не один раз помню, ну, ну, какое-то время сидел и пытался, опять же, объяснить Иисусу, что ну, как это, как это моя жизнь, она не зависит от изобилия моего имущества. Ну, как-то это не совсем правильно, но его слово однозначно говорило, что берегись жадности, берегись жадности, потому что если ты считаешь, что твоя жизнь зависит от денег, зависит от того, сколько у тебя имеется, ты, ну, ты придешь к этой жадности, ты будешь этим человеком. Но если ты поймешь, что твоя жизнь не зависит от этого, она зависит от всякого слова, исходящего из Иисуса Божьего, от живого Божьего слова, в первую очередь она от этого зависит, ты будешь на другом пути стоять, да. Ну, важно, важно быть просвещенным, и Писание говорит, Писание говорит, быв просвещены, выдержали, а 34 стих говорит, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, зная. То есть, они приняли эту истину, быв просвещены, и они ее в себе, ее удержали, эту истину, зная, что их жизнь, она не зависит от этого, от этого земного, от этого. И это им помогло, ну, тут, конечно, слова удивительные для, может быть, для нашего времени, для места, где мы живем, написано, ибо вы моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, приняли с радостью. То есть, ну, тебя забирать, а ты это принимаешь с радостью, это то, как говорит Божье Слово. Мы лаеровно, мы адвокатов нанимем, к сожалению, у нас сильная адвокатура есть для того, чтобы противостоять. Когда нас грабят, мы кричим караулу, и особенно в рамках Америки это присуще всем, без исключения. Потому что, говорят, мы же в демократическом устройстве живем. А как ты на это скажешь? Или мы еще не подошли? Мы не подошли к тому моменту, чтобы нас так гнали, и чтобы та утвержденная истина в нас, она так и осталась непоколебимой даже до дня явления нашего Господа. Ты правильно говоришь? Они знали, зная, зная, зная. А вот это чувство знания, чувство знания, ох, как оно необходимо. Оно может и притупляться еще, да? Притупляться. Может притупляться. Хотелось бы иметь такое вот мощное откровение, увидеть это все земное с позиции вечности, глазами Божьими увидеть, чтобы раз и навсегда утвердиться в этом, знаете. Ну, в меру того просвещения, которое Бог принес в мою жизнь, да, то я понимаю, что моя жизнь, она однозначно не зависит от изобилия моего имущества. Она не зависит от того, сколько я имею. Она зависит от Господа, который все держит в своих руках. И параллельно с этим, да, еще высвечивалась одна истина, что не протився злому, не протився злому. Да, с этим я тоже очень сильно... А практически, хорошо, практически. Я знаю, так, что это твое свидетельство в личной беседе, что Бог благословляет тебя в делах твоих рук, и ты увидел это реально. То есть, потому что в той сфере деятельности, которой ты занимаешься, ты даже особо и не бегаешь для того, чтобы заполучить какие-то контракты, а контракты за тобой бегают, чтобы ты дал добро с ними работать. Это слава Богу. То есть, я имею в виду, что твоя практическая сторона, это слово, оно срабатывает в твоей жизни. Когда ты ревнуешь о нем, стремишься к лучшему, то есть к небесному, потому что небесное навсегда лучшее, а Бог устрояет все остальное. Бог устрояет, и вот эта сторона. Если бы ты был привязан к этому, ты бы гонялся за контрактами и уговаривал бы их посетить твой офис или кабинет, они бы отказывались. Ну, у меня нет офиса и кабинета. Ну да, да, да. Ну, на самом деле, я вижу для своей жизни, я вижу, что это Божье Слово, оно работает, что прежде всего ищите Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Но, опять же, мое сердце там не должно быть, мое сердце должно быть приложено к Богу, к Господу, раз и навсегда. Верю, вижу, опять же, однажды, ну, может, от отклонения, от той темы, которую мы ведем с вами, но как-то мне ярко это высветилось в книге «Исходы», где Господь говорил, что я Господь ревнитель. Помните это местописание? Да, конечно. Я хотел бы его дословно найти и прочитать. Не подскажете, где оно написано? «И Бог ревнитель твой». А, «Ибо ты», 34 глава «Исход», «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его ревнитель, Он Бог ревнитель». И Новый Завет Иаков говорит, в послании Иаков говорит, что «да ревностью любит Дух, живущий в нас». Вдруг в один момент я осознал, что Господь не потерпит. Он просто не потерпит, если вдруг я или кто-то, кому Он что-то вверяет, да, Он начнет больше прилипляться к чему-то, к другому, то другое, будь то служение, будь то, например, работа, будь то там еще что-то, или деньги, которые Он дает человеку для определенных целей, да, и вдруг у человека сердце начинает прилипляться ко всему этому. Это как другой Бог появляется в жизни. Бог есть ревнитель, Он не потерпит это. В один момент Он это просто все может сокрушить, и Он не посчитается ни со служением, ни посчитается ни с деньгами этими, ни посчитается ни с работой или бизнесом, там, без разницы, что Он там верил. Потому что Он ревнитель, Он до ревности любит Дух, живущий в нас. Это то, что параллельно оно высветилось. И я верю, что даже вдруг, ну, Писание, по-моему, Коринфянам и тогда говорит, что раздаватель ты раздавай, учитель ты учительствуй, увещеватель увещевай, начальствующий начальствуй. Да, то есть верю, что дарования и дары Божии, они такие разнообразные в Боге, в Духе Святом Церкви, что, ну, они реально разнообразные. По крайней мере, так Слово Божие показывает. Но опять, сердце человека, в первую очередь, должно быть прилеплено Господу в любви к Богу. И мотивом моих действий во всем должна быть любовь к Богу. Да, это будет помогать мне стоять твердо в Божьей истине. Ты в беседе со мной на прошлой неделе по телефону, ты мне одну мысль сказал. Я говорю, о чем ты молишься? И ты мне сказал, может, ты забыл, но я помню. Ты говорил, я молюсь о некоторых служениях. И ты перечислил импакт также. Импакт также перечислил и наши служения. И ты такую мысль выразил о том, что ты молишься, чтобы служения не поколебались. И одно, и второе, и третье. То есть, чем вызвана такая молитва? Во-первых, просто хочется, чтобы Божье имя прославлялось. Потому что, насколько видно, если колеблется какое-то Божье служение, которое Бог употреблял для своей славы, и через которое Бог приводил людей в славу свою, если вдруг это служение колеблется и падает, в первую очередь, нарекание идет на Божье имя, на Бога от людей этого мира. И, конечно же, оно идет на христиан. Помните, когда Давид совершил то, что он совершил, ну, греховное, как Бог сказал, что ты повод дал врагам Господним хулить Господним имя. То есть, это же ведь вызывает боль Божьему сердцу. Получается, по ходу дела, у него есть цели, у Бога есть цели. И одна его самая главная цель, основная, к Тимофею написано, что Бог хочет, дословно говорю, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это его самая основная, центральная цель на этой земле. И если он кому-то дает какие-то там преуспевания, например, даже в сфере бизнеса, все равно его основной мотив — он хочет, чтобы люди спаслись и достигли познания истины, чтобы все это содействовало к тому, чтобы двигалось, ну, Божье действие, распространение Его Евангелия, Его Благой Вести по этой земле. И если вдруг какое-то служение, вдруг спотыкаясь и падает, оно же в первую очередь наносит урон Божьему Царству. И это чувствуется-то болью, это чувствуется, ну, никакой не победой. То есть даже если Бог по причине ревности что-то убирает или сдвигает, или убирает свою руку с какого-то там служения или, например, бизнеса, или работы, или личности, да, то нас это ни в коем случае не должно повергать в радость, что типа, о, наконец-таки моя правота там какая-то восторжествовала. Я думаю, в моем сердце, в первую очередь, должно быть сострадание и боль, как вот когда-то однажды Бог убрал руку от Саула, помните, да, свою, и с какой болью Самуил о нем молился и плакал, что даже уже Бог обратил внимание, да Коли, хватит, я уже другого избрал. Но это показывает истинное сердце Божьих служителей, Божьих людей, Божьих ходатай. А слово Божье говорит в Новом Завете, что мы все являемся служителями Божьими, служителями Духа, а не буквы. Помните, да, что мы служители Духа, служители Нового Завета. То верю, что в нас самих должны быть такие же самые чувствования о людях, о служениях, Божьих служениях, что мы должны стоять в проломе друг за друга, а не воевать друг против друга или так стоять в стороне. Да, и один из основных таких сильных ключей, это молитва, когда мы просто искренне говорим, Господи, пожалуйста, Ты в силе направить, Ты в силе помочь, Ты в силе уберечь, Ты в силе удержать, Ты в силе просветить. Ты думаешь, это Дух Святой дает такие чувствования в молитве, или это от себя приходит? Сострадание — это Божье действие. Когда мы жили в мире, когда я жил в мире, у меня такого чувства и близко не было. Не было. Да, там даже если ты делаешь дело какое-то доброе, все равно у тебя есть свой мотив для этого, и мотив не Божий, мотив какой-то выгоды. Потому и Божье Слово так говорит, если я не ошибаюсь, по основанию Кримина, на подобную мысль. Жить в таком состоянии, как ты говоришь, это уже апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Наверное, это состояние, когда настолько Христос живет в тебе, что ты, особо не зная ни служителя, ни служения, слыша о нем, ни какого-то человека, ни какую-то семью, но ты настолько искренне молишься и стоишь в проломе за это, настолько, как будто это твое, кровное, как будто родное, как будто ты за Давида молишься своего. То есть это уже от Господа. Это я не только о тебе говорю. Я говорю, например, даже вспоминая молитвы нашей мамы, мамы Вали, когда ей просят о чем-то молиться, кто-то там звонит по телефону, она настолько это принимает, имея своих кучу молитвенных нужд, и дети, и внуки, ну знаешь, как это, и большая семья, но она настолько это близко принимает к сердцу, когда человек как будто позвонит, там Валя, там меня что-то там где-то, там в каком-то штате или в стране какой-то. И мама настолько близко принимает это, она со слезами молится, на коленях, колено преклонено, как будто это ее кровное. Поэтому, и вот это вот, это очень, Алекс, блаженное состояние. Это очень блаженное состояние. Сострадание, это Божья работа в нашем сердце. Сострадание. Продолжай. Я верю, что оно приходит от Господа, от отношения с Ним. Меня в свое время, как-то поддело, 11, по-моему, 11 или 13 глава из Зикииля, хотя и Ветхий Завет, но меня просто потрясла следующая истина, которая там описана, о Божьем этом человеке, в Зикииле, когда, в принципе, он, это было во времена отступления Израиля, помните, да, и Зикииле, он жил в Вавилоне, и там Дух Божий перенес его в Иерусалим, и он видел в Иерусалиме, какие там без нечестия творятся, какой там идол стоит, как, что там в храме творилось, что там начальствующие над Иерусалимом, какие, ну, беспределы, постыдные дела творили, как они там поклонялись о всяком, но не Богу, и ему Господь сказал, пророчествуй, говори слово, и он начал говорить, и было, что, я своими словами перескажу эту историю, было, что, ну, во время того, когда он говорил, один или два мужа, этих начальствующих, упали мертвы, и они, ну, умерли, и меня удивила следующая реакция этого мужа Божьего, Эзикииля, она, ну, не было там, какой-то там, у него не было там двух, двух, трех минут, постоять, подумать, как же мне тут сейчас правильно поступить с Богом, это как ответная реакция, оно случилось на глазах, и это то, что сразу же произошло с ним, он просто перед Богом упал и начал говорить, Господи, да коли, умилосердие, неужели ты погубишь и остаток Израиля, я смотрел на эту ситуацию, думал, Господи, вау, это просто показывает, чем наполнено было сердце этого Божьего пророка, получается, он пророчествовал строго, то, что Бог вкладывал его уста, пророчества, они, в принципе, не гладили по голове, как можно сказать, в кавычках, да, этих людей, кому обращалось это слово от Бога, слово Божье, но в тот же самый момент, когда вдруг он увидел то, что происходило под Божьим действием, упали замертво один или два человека тех, его ответная реакция была сострадание, просто вопли к Богу об этих людях, помилуй, умилосердие, Господи, то есть, получается, он любил, его сердце было наполнено состраданием, для меня было это свидетельством, очередным примером, что истина Божьего мужа или женщины сердца, оно просто должно быть наполнено Божьим состраданием, погибающим миром. Я сам бы хотел быть отлученным за братьев моих. Да, он так говорил в послании к Римлянам, да, по-моему, но это производное отношение с Богом, это производное то, когда Дух Божий изменяет наше сердце посредством благодати, посредством честных и искренних отношений с Ним. Это то, о чем Христос говорил, Царство Божие внутри вас есть, это состояние Царства Божьего. Да, Аминь. Можно ли это достичь? И если можно достичь, а это можно достичь, как пребывать в этом? Как не сойти с пути? Как не поколебаться? Не пошатнуться? И иметь состояние Царства внутри. Тебя принимают или не принимают? Тебя любят или отвергают? Признают, не признают? Ты стоишь выше всего. Тебя царствую внутри. А ну-ка, и своей жизни. Как сохранить это? Ты знаешь, легче получить что-то, чем сберечь и сохранить это. потому что получить ты можешь как во мгновение ока, но затем для того, чтобы сберечь это, ты должен культивировать это, взращивать это, оберегать это, хранить это. Так или нет? Описание говорит «держи». Ограждать это, держи, да. Это о том, что можно потерять это. Реально, да. Я когда-то слышал от взрослого поколения, тех, кто взросли, меня старше, они говорили, что христианский путь, он нелегкий. И я где-то конфликтовал внутри себя по поводу этой мысли. Думал, наверное, оно не так все-таки, но оно же на самом деле легко. Ну, на начальных этапах, да, легко. По молодости, когда мы молоды, наверное. По молодости. Мы смотрим в другом свете. Где Господь нас вначале касается нашего пути, и вдруг мы просвещены Божией истиной, зажигаемся. Он мое спасение, Он мое исцеление, Он тот, который меня спас, освободил. Это начальные этапы, да. Но потом мы начинаем окунаться в реальную жизнь. Нас, ну, всякие обстоятельства в жизни могут встретить, одолевать. И вот там вот я и делал вывод, ну, проходил вывод в мою жизнь, что все-таки это нелегко, да. Держать это, оно требует усилий. Оно реально требует усилий. Сам Христос говорил не один раз, бодрствуйте, бодрствуйте. Алекс, вот смотри, а снова же, возвращаясь к мысли, с которой мы начинали, о том, что Америка проходит очень интересный период гонки, выборной, предвыборной, президентской гонки. И масса людей, она заболевает, превращается в несколько воинствующих, противодействующих, борющихся сторон, против другого, республиканцы против демократов, демократы против республиканцев. Идет невидимая война, настоящая, ну, пока оружие не стреляют, слава Богу, как на Донбассе, или как на Ближнем Востоке, пока. Вот как христианину, тебе, как не опуститься на этот уровень, а как остаться небожителем, будучи жителем Америки, гражданином Америки, как остаться с состоянием Царства Божьего внутри, имея гражданство непоколебимое, царство неделимое, нерушимое, пребывающее вечно, тебе слово. Писание говорит, в чем научены, в том пребывайте, да? Это один из ответов, пребывать просто в Божьем Слове, ну, не в чьих-то мнениях, не пытаться заглядывать в двери, в которые не нужно заглядывать, а окунаться в Божье Слово и смотреть, какая Божья истина, не просто Божья точка зрения, а Божья истина, потому что Слово Божье говорит, что все мнения, они исчезнут, но Божье определение, а у Бога не мнение, у Него определение, у Него определение, а мнение у людей, мнение у президентов, мнение, может быть, у нас, у людей, мнение у каких-то лидеров, у них не то, что могут быть. Нам свойственно иметь мнение. Иногда мы свои мнения выдаем за определение. И они порой обжигаемся от своих вот этих мнений и определений. Но у Бога определение. Если Писание говорит, то оно так, как оно есть. И если я в этом пребываю, я верю, что у нас у христиан, вот этого 2000-х годов, да, есть особая привилегия иметь Слово Божье. И в содействии с Духом Божьим просто купаться в этом Божьем Слове чтобы не сбиться, не сбить свою точку, ну, не сбить это Божье определение, не убрать его со своей жизни. Думаю, что христианам тысячу лет назад во времена, например, Мартин Лютера было очень тяжелее, намного тяжелее. У них не было доступа к этому Божьему Слову. Там было намного... Ну, нам свойственно людям забывать. То есть иметь какой-то провал в памяти. Писание об этом говорит тоже не раз. Но они забыли, они забыли. Да, но у нас есть это Божье Слово. И для меня, знаете, я обращал вот в Новом Завете, как-то оно так, ну, лично меня как заставил, как обратило себя внимание, что как мало в Новом Завете Бог Иисус обращает внимание человека на политические моменты того времени. Когда, например, пришел Христос на землю, воплотился, да, там же были обстоятельства нелегкие. Иерусалим и Иудея, или Израиль, он был в рабстве под римлянами. И все ожидали этого избавления, все ожидали нового Израиля. Не то, что все, многие ожидали. Многие ожидали. Даже ко Христу приходили с такими вопросами, не знаю, провокационные мотивы там были, или честные, искренние хотели знать его позицию, но говорили, Иисус, ты слышал о таком, что вот, как Пилат ворвался, и этих галилеяне, которые приносили жертву, он их не у кровь смешал с жертвами ихними. Это же вообще беспредел, который он натворил в храме, в храме Божьем, да? А Христос говорит, неужели думать, они были грешнее, чем все остальные, но если вы не покаетесь, то тоже с вами, с вами, то тоже произойдет и с вами. И дальше он продолжает свою мысль, говорит, что думаете, что на тех, которых башня упала, они были грешнее, всех остальных, как вот, типа, вот произошло в Америке на 9-11, давно помните, да? Что неужели эти все люди там были грешнее? Параллельный вопрос задает Христос, нет, но если вы не покаетесь, если мы не покаемся, если я, моя жизнь не повернется лицом к Богу, не станет на пути Божьем, то то же самое меня в жизни ожидает, ничего приятного, ничего хорошего. И, в принципе, все послания, сколько бы их не перечитываешь, Слово Божье вообще в эту сторону, оно внимания не показывает, ну, на сторону политическую, хотя там были конкретно неспокойные времена. Как я недавно услышал такую интересную мысль, один из учителей приезжал к нам в церковь пару недель назад, и он говорил, что вот послание, то есть не послание, а Евангелие от Иоанна, Иоанн писал где-то в 90-х, там, в каких-то годах после Рождества Христова, и это были времена, когда был в Риме, и сидел там Цезарь, который объявил себя Богом, да, или, ну, короче, такой божественной личностью объявил. И вот потому в этом послании Иоанн не один раз как бы делает, не как бы одет ударение, когда Фома падает перед Христом, и говорит, Господь мой и Бог мой, кидая вызов христианству, заставляя христианство думаться, что наш Бог, он был, и он остался Господом, но в то же самое время он не призывает каким-то там, ну, революциям или военным действиям, да, то мой ответ такой простой, просто просто смотреть, что говорит Слово Божие, просто туда быть окунутым, Божие Слово. И мыслить категориями все-таки вечности, не одеваться во временные рамки, а что произойдет завтра, или третьего дня, или послезавтра, а что будет через год или через два, а перенестись в плоскость в вечность. Писание говорит, я вспомнил такое слово к деяниям в первой главе, помните, опять подошли к Иисусу ученики перед вознесением, и говорят, не все ли ты время восстанавливаешь царство Израилю? Опять с этой стороны вопрос. Он говорит, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец мой положил во власти своей. То есть у Бога власть не сократилась, у него власть так самая, он все держит в своих руках по сей день, по сей день. Если он что-то допускает, то это он допускает в своей власти, но не потому, что вдруг люди пересилили что-то, или сатана стал каким-то всемогущим. Он им не был, он им никогда не будет, сатана, всемогущий, единственный только Бог. Но Иисус говорит, ну вы примете силу, когда Дух Святой сойдет на вас, и вы будете мне свидетелями. Здесь, в Иерусалиме, и даже до края земли. Размышляя над всем этим, знаете, ну день за днем, я все-таки прихожу к выводу, прихожу, и чем дальше вот размышляю, чем дальше эту мысль пытаюсь просматривать в Слове Божьем, я вижу, что у Бога в первую очередь сердце занято тем, чтобы мы были свидетелями, чтобы мы были свидетелями, спасением людям, чтобы мы не стыдились о благовествовании Христова, не стыдились о где-то, будь то на работе, будь то за работой, будь то где-то в каких-то других местах, вовремя сказать человеку, что Бог есть, Иисус тебя любит, Иисус за тебя умер, я иногда думал, какие-то, знаете, простые сильные слова, что Бог есть, Иисус любит, Иисус, что-то хочется, что-то хочется посерьезнее, ну, как-то, я не знаю, какое отношение, например, такому евангелисту, как Бонки, но он, верю, что Бог меня через него утешил, что именно в этом и заключается послание Евангелия Божия, в простоте, в простоте, юродством проповеди, спасти верующих, именно, вот такой вот простой, простой Божьей истинной, что Иисус за тебя умер, и все, верю, что это наше, в первую очередь, предназначение на этой земле, по ходу дела, если, вот, например, вникаешь в книгу Откровения, ну, или читаешь ее, да, с Божьим, с Божьим содействием, то видно, что на земле ничего хорошего не стоит ожидать, не стоит, ну, насколько я это вижу, оно все будет идти к своему концу, все будет идти к своему концу, но знаю одно, что Писание верующих призывает быть свидетелями об Иисусе Христе. Вот это, на этой потрясающей ноте, мажорной ноте, Господь царствует, и царство его непоколебимо, не под каким предлогом, не под каким предлогом. А Александр Блинов был со мной в прямом эфире, мы еще будем с тобой встречаться в этих нескольких днях в эфире, поэтому, друзья, спасибо, что вы были с нами, знаю, что вы были благословены. Помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас, будьте благословены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова